Закон сохранения электрического заряда Вы научитесь объяснять закон сохранения электрического заряда и применять закон Кулона при решении задач Электрический заряд – одно из фундаментальных понятий физики Его невозможно объяснить через какие-то более простые понятия Заряд нельзя увидеть глазами или потрогать руками Зато можно получить ответ на вопрос Обладает ли данное тело зарядом? Наличие у тел электрического заряда означает их способность вступать во взаимодействие с другими заряженными телами Заряд является количественной мерой способности тел к электрическим взаимодействиям Именно поэтому для понимания изучения электрического заряда надо изучить законы взаимодействия заряженных тел Если взять два одинаковых электрометра Один из которых заряжен, а другой нет И соединить их металлическим проводником То половина заряда перейдет на незаряженный электрометр Теперь если мы уберем металлический проводник И коснемся рукой одного из электрометров То он полностью разрядится Затем вновь соединим электрометры металлическим проводником Теперь на каждом из электрометров Остается четвертая часть первоначального заряда Этот процесс деления можно продолжить и дальше Существует ли предел подобного деления зарядов? На этот вопрос ответили российский физик Абрам Федорович Иоффе И американский физик Роберт Меликен Проведя независимое исследование сделали вывод Что в природе существует наименьшая порция электрического заряда Далее уже неделимая Которую называют элементарным зарядом Единица электрического заряда Пси один кулон Названа в честь французского физика Шарля Кулона Открывшего основной закон взаимодействия электрических зарядов Величина электрического заряда была экспериментально определена Иоффе и Меликеном Его численное значение равно 1,6 умножить на 10 минус 19 степени кулон Принято обозначать электрический элементарный заряд символом Е Масса электрона равна 9,1 умножить на 10 минус 31 степени кулон Заряд электрона равен минус 1,6 умножить на 10 минус 19 степени кулон Заряд электрона является отрицательным зарядом и элементарным зарядом Исследования физиков-ядерщиков показали, что ядро атома состоит из более мелких частиц протонов и нейтронов Протон – частица, имеющая наименьший положительный заряд Масса протона равна 1,67 умножить на 10 минус 27 степени кулон Заряд протона равен 1,6 умножить на 10 минус 19 степени кулона Заряд протона является положительным зарядом Электрический заряд при электризации ниоткуда не берется и никуда не исчезает бесследно Он только переходит от одного тела к другому Общий заряд в замкнутой системе тел остается величиной постоянной В этом и заключается суть закона сохранения электрического заряда Математический закон сохранения электрического заряда записывается так Q1 плюс Q2 плюс Q3 плюс и так далее плюс Qn равно константа Замкнутой или изолированной называют такую систему, через границы которой не может проникнуть вещество Известно, что электрически заряженные тела взаимодействуют друг с другом Одноименно заряженные отталкиваются, разноименно заряженные притягиваются Определить силу взаимодействия неподвижных заряженных тел экспериментально сумел французский физик Шарль Кулон Который установил, что два неподвижных точечных заряда взаимодействуют друг с другом силой Прямо пропорционально произведению модулей зарядов тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними Такую силу называют Кулоновской, а закон Кулона называют основным законом электростатики Закон Кулона математически записывается так Ф равно К умножить Ку1 умножить на Ку2 делить на Р в квадрате Где в этой формуле коэффициент К показывает, с какой силой взаимодействуют друг с другом единичные заряды Находящиеся на единичном расстоянии друг от друга В системе С значение коэффициента К числено равно 9 умножить на 10 в девятой степени Ньютон умножить на метр в квадрате делить на Кулон в квадрате Обычно в системе С используется рациональная запись законов электромагнитных явлений Тогда К равно 1 делить на 4Пи эпсилон нулевое Где постоянную величину эпсилон нулевое называют электрической постоянной Численное значение эпсилон нулевое равно 8,85 умножить на 10 в минус 12 степени Кулон квадрат делить Ньютон умножить на метр в квадрате Тогда с учетом того, что этот коэффициент равен 1 делить на 4Пи эпсилон нулевое Закон Кулона можно записать следующим образом f равно 1 делить на 4Пи эпсилон нулевое умножить Q1 умножить на Q2 делить на r в квадрате Закон Кулона справедлив только для точечных зарядов На самом деле точечных зарядов в природе не существует Но если расстояние между заряженными телами во много раз больше их размеров То эти тела можно считать точечными Помещая точечные заряды в различные диэлектрики установили Что сила взаимодействия между зарядами уменьшается Причем отношение силы взаимодействия зарядов f нулевое в вакууме К силе взаимодействия этих же зарядов на такое же расстояние в среде Не зависит ни от самих зарядов, ни от расстояния между ними Оно определяется только средой Где величину ε называют относительной диэлектрической проницаемостью среды Диэлектрическая проницаемость среды ε Это физическая величина, характеризующая электрические свойства вещества И показывающая во сколько раз сила взаимодействия зарядов в данной среде Меньше силы их взаимодействия в вакууме Она является безразмерной величиной Ее вы можете найти в конце учебника в таблице Или в любом справочнике по физике Например, диэлектрическая проницаемость для воды ε равно 80, 81 Для вакуума ε равно 1 Для кварца ε равно 4,3 А теперь переходим к практической части нашего урока И выполним несколько расчетных задач на пройденную тему С какой силой взаимодействуют два заряда По одному кулону каждый На расстоянии 1 км друг от друга в вакууме Запишем краткое условие задачи Дано Ку1 равно Ку2 равно 1 кулон Р равно 1 км К равно 9 умножить на 10 в девятой степени Ньютон умножить на метр квадратий Делить на кулон в квадратии Нам необходимо определить силу С которой взаимодействуют два заряда Переводим систему Си 1 км Это 1000 метров Решение Закон кулона Ф равно К умножить на Ку1 умножить на Ку2 Делить на Р в квадратии Подставляем числовые значения Ф равно 9 умножить на 10 в девятой степени Ньютон умножить на метр квадратий Делить на кулон в квадратии Умножить 1 кулон умножить на 1 кулон Делить на 1000 метров в квадратии Равно 9000 ньютонов Или 9 кН Записываем ответ к задаче Ф равно 9 кН Два заряда по 4 умножить на 10 в восьмой степени кулон каждый Разделенные слюдой толщиной 1 см взаимодействует с силой 1,8 умножить на 10 в минус второй степени ньютон Определить диэлектрическую проницаемость слюды Запишем краткое условие задачи Дано, так как заряды у нас одинаковые Ку1 равно Ку2 равно 4 умножить на 10 в минус восьмой степени кулон Р равно 1 см Ф равно 1,8 умножить на 10 в минус во второй степени ньютон К равно 9 умножить на 10 в девятой степени ньютон Умножить на метр в квадратии Делить на кулон в квадратии Нам необходимо определить диэлектрическую проницаемость слюды Переводим систему Си 1 см Это 0,01 метров Записываем решение к задаче Ф равно К умножить на Ку1 умножить на Ку2 Делить Эпсилон умножить на R в квадратии Из этой формулы определяем диэлектрическую проницаемость слюды Эпсилон равно К умножить на Ку1 умножить на Ку2 Делить Ф умножить на R в квадратии Подставляем числовые значения У нас получается, что ε равно 8. Записываем ответ к задаче. ε равно 8. Два одинаковых маленьких шарика, обладающих зарядами Q1 равно 6 микрокулон и Q2 равно минус 12 микрокулон, находятся на расстоянии 60 см друг от друга. Определите силу взаимодействия между ними. Чему будет равен заряд каждого шарика, если их привести в соприкосновение и затем разъединить? Записываем краткое условие задачи. Дано Q1 равно 6 микрокулон, Q2 равно минус 12 микрокулон, R равно 60 см, K равно 9 умножить на 10 в девятой степени ньютон умножить на метр в квадрате, деленное на кулон в квадрате. Нам необходимо определить силу взаимодействия F и Q, чему будет равен заряд каждого шарика. Переводим систему C. 6 микрокулон 6 умножить на 10 в минус 6 степени кулон. Минус 12 микрокулон минус 12 умножить на 10 в минус 6 степени кулон. 60 см 0,6 метров. Решение. Примем, что заряженные шарики находятся в вакууме. Тогда согласно закону кулона, сила взаимодействия F равно K умножить на Q1 умножить на Q2 делить на R в квадрате. Подставляем числовые значения. Получается, что сила взаимодействия F равно 1,8 ньютон. Разноименные заряды притягиваются. В результате происходит перераспределение зарядов. После чего шарики, так как шарики одинаковые, то заряд каждого шарика равен Q равно Q1 плюс Q2 делить на 2. Подставляем числовые значения. Получается Q равно минус 3 умножить на 10 в минус 6 степени кулон. Записываем ответ к задаче. F равно 1,8 ньютон. Q равно минус 3 умножить на 10 в минус 6 степени кулон. На каком расстоянии друг от друга заряды 1 микрокулон и 10 нанокулон взаимодействуют в вакууме силой 9 мили ньютон? Записываем краткое условие задачи. Дано Q1 равно 1 микрокулон, Q2 равно 10 нанокулон, F равно 9 мили ньютон. Нам необходимо определить, на каком расстоянии друг от друга взаимодействуют заряды. Переводим систему Си. 1 микрокулон, 10 минус 6 степени кулон, 10 нанокулон, 10 минус 8 степени кулон, 9 мили ньютон, 9 умножить на 10 минус 3 степени ньютон. Записываем решение к задаче. F равно K умножить на Q1 умножить на Q2 делить на R в квадрате. Из этой формулы находим, на каком расстоянии находятся взаимодействуют заряды. R равно квадратный корень K умножить на Q1 умножить на Q2 делить на F. Подставляем числовые значения. Получается R равно 0,1 метра или 10 сантиметров. Записываем ответ к задаче. R равно 10 сантиметров. Теперь подводим итоги урока. Сегодня на уроке узнали, что в природе существует наименьшая порция электрического заряда, далее уже неделимая, которую называют элементарным зарядом. E равно 1,6 умножить на 10 минус 19 степени кулон. Это ее численное значение. Заряд только переходит от одного тела к другому, а общий заряд в замкнутой системе тел остается величиной неизменной. Закон сохранения электрического заряда выглядит так. Q1 плюс Q2 плюс Q3 плюс Qn равно константа. Два точечных неподвижных заряженных тела в вакууме взаимодействуют друг с другом силой прямо пропорциональной произведению модулей зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Закон кулона выглядит так. F равно K умножить на Q1 умножить на Q2 делить на R в квадрате. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова